То, для чего вы рискуете своими жизнями, своей свободой, как правило, если даже и получается все это, совершить здесь убийство и вернуться обратно, это вот смотрите, один случай, когда у человека получилось. Но даже этот случай не принес ему каких-то бестусловных богатств, не принес ему какого-то авторитета, какую-то должность республики, ничего. Субтитры создавал DimaTorzok Жизнь очень серьезно наладится. Смотрите, ребята, вы знаете, о ком я говорю, вот у вас сейчас четко попадает моя речь. Я хочу вам на конкретных примерах, на фактах, показать, что с вами будет, каковы реальные шансы, куда угодить. Там вам просто обещают красивую жизнь, а я вам сейчас по факту покажу, расскажу, что случилось с теми, кто повелся и исполнил здесь кадыровские заказы. Смотрите, Омер Исраилов, убитый в Австрии, первый, кто был убит, бывший какатыровский охранник. Убивший его человек пожизненно присел в австрийскую тюрьму. Второй, кто там принимал участие, также на 25, по-моему, лет присел в австрийскую тюрьму. Единственный, кому удалось сбежать, это Леча Богатырев, по прозвищу Би, уроженец селения Закиюрт, который уехал в Чечню, но попал ли он в список Форбс? Нет, смотрите, что с ним произошло. Он приезжает, после этого ему Кадыров говорит, а ну-ка, давай вот здесь тоже исполни для меня еще один заказ, и хочет, чтобы он убил Беслана, из Сханкалы был такой, по прозвищу Лавина. Они его у Ханкалы подкоруливают, пытаются убить, но Беслану удается не только избежать смерти, он не только смог переиграть тех, кто устроил ему засаду. Он, наоборот, убил одного из подчиненных Богатырева, сам Богатырев был ранен, еле-еле человека откачали. После этого, та благодарность, которую ему оказал Кадыров, он сделал его начальником ТОМ в 15-м молосовхозе. Какое-то время он был там начальником ТОМа, а сейчас где он? Он где-то на уровне дна в Кадыровской иерархии. Давайте возьмем убийцу Анзора Умарова, Мамихана Умарова, Анзора из Вены. Этот Ахтаев, Ламали Ахтаев, убил Анзора, потому что он думал, что убив его и вернувшись благополучно в республику, он станет миллионером, фигурантом списка Форбс. Все у него будет хорошо, заживет счастливо. Где он сейчас находится? Присел пожизненно в австрийскую тюрьму. Как вы думаете, его родственники попали в список Форбс? Вы когда-нибудь слышали, что Ахтаевы, селение Урус-Мартан, одни из богатейших людей в республике? Может быть, вы видели кортежи Ахтаевых, которые ездят? Может быть, вы видели Ахтаевых, отдыхающих в семизвездочных отелях где-то? Нет, вы не видели. Им подкинули там какую-то небольшую сумму его брату, которую он один раз показал на камеру, сфотографировался с 5000-рублевыми купюрами. И все. Вот и все те блага, которые он получил. Посмотрите на того, кто приехал убить меня. Вошел ко мне с молотком, где он сейчас находится? В шведской тюрьме, на 12 лет присел. Как вы думаете, его родственники, его девушка, они стали богатыми, они живут как-то хорошо? Вообще, вы знаете хоть кого-нибудь, кто совершил здесь преступление и зажил хорошо? Убийца Мансура Старова, Осман Мамадеев, единственный, кто убил и благополучно вернулся. Вы видели в списке Форбс Османа Мамадеева, где-нибудь там на уровне Османова, Алишера Османова, еще кого-то? Вы слышали, чтобы Мамадеева и селение Нойбера, чтобы они были одними из богатейших людей республики, чтобы у них там... Что-нибудь такое вы слышали? Нет. Наоборот, как только началась война в Украине, его отправили туда воевать. То есть, то, для чего вы рискуете своими жизнями, своей свободой, как правило, если даже и получается все это, совершить здесь убийство и вернуться обратно, это вот, смотрите, один случай, когда у человека получилось. Но даже этот случай не принес ему каких-то бестусловных богатств, не принес ему какого-то авторитета, какую-то должность республики, ничего. Просто вас используют как материал отработанный, расходники. Посмотрите на того, кто пытался организовать убийство моего брата, допустим, где он сейчас? Он сидит в немецкой тюрьме. Сейчас будет апелляция по его делу. Он тоже не разбогател. И его близкие, которые проживают в республике, тоже не разбогатели. Мы не слышали, чтобы у него введено там было... Было двух-трехэтажное здание, дом, чтобы он владел заправками на территории республики. Но что-нибудь, что показывало бы благополучие этих людей, их богатство, ничего. Хотя ведь вам это обещают. Когда вам говорят, предлагают совершить преступление, и вы на это соглашаетесь, вам ведь предлагают благо, вы ведь надеетесь на то, что вы получите большие деньги, что вы заживете, закроете все свои вопросы, вы будете авторитетами там. Но ничего подобного у вас не будет. Даже если предположить, что вы попадете в тот один процент тех, кому удалось убить, совершить здесь преступление, и вернуться благополучно, у вас максимум ждет судьба этого Мамадиева. То есть вы, как вы были никем, вы так и продолжите быть никем. У вас также будут дальше ваши проблемы, и финансовые, и прочие, семейные. Вы не поправите ничего. А скорее всего, вас ждет судьба Ахтаева, или убийцы Исраилова, или чувака, который с молотком пришел меня убивать, или чувака, который хотел убить моего брата. Вот что скорее всего вас ждет. Поэтому хорошо подумайте, прежде чем соглашаться на подобное. Уже согласившись и попытавшись здесь что-то совершить, будет уже поздно что-то менять. Вы уже не отмажетесь, вы не сможете в суде рассказать историю о том, что вы этого не хотели. Уже есть прецеденты, когда пытались, подобные вам пытались это сделать, не проходит. Если вы не хотите совершать преступление, об этом нужно заявить сразу, до того, как вы сделаете попытку. Поэтому, если что-то подобное, а я знаю, что что-то подобное вам предлагают, что вы пытаетесь в этом направлении работать, собирая, собираете информацию, пока не поздно, остановитесь, дайте знать, выйдите на контакт, тогда все можно будет исправить. Но если вы пойдете дальше и попытаетесь что-то подобное сделать, то, увы, вас ждет будущее ваших предшественников, и не хотелось бы вас, конечно, огорчать, но вы не войдете даже в сотку списка Форксов. Вы так и останетесь ничтожными людьми в этой жизни. Будете также околачивать какие-то дворы, искать деньги на то, чтобы купить там очередную дозу. То есть, вот как вы до сих пор жили, вы так и будете продолжать свою жизнь. Только теперь уже не в благополучной Европе, а где-нибудь либо в тюрьме, в благополучной Европе, но в тюрьме будете сидеть, лишенные свободы пожизненно, как ваши предшественники, либо будете где-нибудь там в российских дворах ходить и клянчить деньги на наркотики. Так что хорошенько поразмышляйте, прежде чем что-то предпринять. Субтитры подогнал «Симон»